Я вас рад приветствовать на первом занятии, на первой сессии по анализу сердечника неаполитанского эффектования и, так сказать, эффектование, которое превратилось вот в стиль касса-клубодома. Сколько вы помните, я сравнивал 57 параметров неаполитанского эффектования и сравнивал, как бы, сердечник неаполитанского эффектования и сердечник кассы-клубодома. И они получились абсолютно античные. И вот мы с вами, в общем-то, начнем с такой вещи, которая, как я говорил, в общем-то, стоит под номером 1. Номер 1. Я буду, вот, как следовать тому, что я делал, санализировал я вот здесь. И, соответственно, я буду следовать тому, что я делал отсюда, для того, чтобы пункты совпадали и по порядку. Как говорится, не только по численности, но и по порядку. Ну, может быть, это сложно. Сюда вот так. Ну, будет понятно. Вот первые четыре вещи. Итак, у меня британского эффектования говорят, что все закручивается вокруг прямого, как бы, выпада. По чему? Давайте сначала разберемся с этим прямым выпадом. Алексей будет атаковать ножом специально для того, чтобы было поопасть. Идет прямой выпад. Вот он. И мы понимаем, да, первое, что мы должны понять, что прямая линия – это самая короткая дорога до тела человека. Математически. Поэтому, что бы я ни сделал здесь, я на него просто, как вы видите, что? Не достану. Поэтому все закручивается вокруг прямого уровня. Теперь Алексей, предположим, решит ударить меня в шею вот так. Смотрите, я раньше поставил. Видите? То есть, если он будет бить под льде, я буду раньше доставать на него. Любая дуга, она длиннее прямой рукой. Она длиннее прямой рукой. Любая дуга. Подниму этой рукой, или Леша переложим в эту руку. Например, вот такой, например. Все равно это будет прямой рукой. И я никак не смогу до него, как бы, дотянуть. Если мы возьмем перчатки. Если мы возьмем перчатки. То есть, ну, рука руки от этого менее длинной не станет. Я все равно. Как вы видите, я не достаю. Даже если еще хочу достать, то я не достаю. Мои руки короче, чем у Леши. Давайте посмотрим. Если я стану. Леха достанет для меня. Смотрите, спокойно. Видите, достаю. В этом другая часть этого фокуса. То есть, люди, оказывается, бывают с разными руками. С разной длинной рукой. А шпага, она это может откорректировать. Клинок это может откорректировать. То есть, руки откорректировать это не может. Поэтому нужно брать поправку на это. Обратите внимание. Мой прямой. Если я Лешу захочу удалить. А Леша выставит руку. Я не достаю. Леша раньше достанет, чем я. Видите? Не получается. Он меня раньше встречает. Что же мне бедному несчастному делать в этой ситуации? Раз мне Бог таких рук двигать она не дам. Видите? Вся проблема заключается в том, что мы вот эти вот длинные как бы руки. Короткие точнее, которые не достают. Они в одну секунду могут как бы измениться. Эти руки. Как они будут меняться? Ну, допустим, я вставил руку. Леша будет бить прямой вывод. Смотрите. Микроскопическое движение Леша уже не просто влетает в прямой встречный. А всей головой туда подражается. Смотрите еще раз. Вот я сталкиваю. Как видите. Еще раз. Смотрите. Я чуть голову качнул в сторону. Смотрите. И уже отсюда. И уже отсюда. Даже если Леша попытается изменить траекторию. Два. Не изменить траекторию. Я все равно первый. Я все равно первый. Все что? Что произошло? Я поломал геометрию. Я просто сдвинулся в сторону корпуса. Видите? Что произошло? Вот такой фокус. Смотрите. Еще раз. Холестик левит руку подбородок. Я стрелью. И левит руку подбородок. Смотрите. Что происходит? Он прям влетает в мой прямой правый. Это тот, который у меня впереди стоит. Теперь обратите внимание. Что будет, если я поломаю влево диаметр? д эвцины. Он получит левое в печень. Получит левое в приземление. По печень погибливая. По боку, по гучOn Расскандируй. Смотрите еще, яйская левая в сторону в удар. Теперь смотри. Правая в сторону в прямой удар. Смотрите, я просто поломал два раза диаметры, поломал два раза в килограмм, и удар уже, два встречных удара встретились совершенно по иным траекториям. Вот эта штука называется маятинг. То есть, когда Леша меня бьет, а я ногами воздумаю. Видите, что он бросает? Видите, он в следующий удар будет бить меня. Видите, что происходит? Вот его боковой удар. Я знаю, что будет сейчас боковой. Идет боковой... оп! Бам! 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 То есть, смотрите, я поломал два раза в северную геометрию. В эту штуку и в эту. Когда я поломал геометрию в правую сторону, я опять встал. Я ушел и ударил сразу же. Передней рукой давай. Вот правая, готова. Он даже если я ударил и не отлетел, то удар следующий будет вот с этой руки. Я ставил заранее. Идет удар, я просто ломаю геометрию в эту сторону и внушу удар отсюда. И смотрите, вот как раз, смотрите, теперь у мне этой рукой ударить не может мне вот это. Посмотрите, которуюrosи мешают друг другу. Видите. Теперь нужно перестраиваться. Он туда, а я сюда. Видите, опять руки мешают друг другу. А он не может быть. А я стыдно. Теперь ему нужно перестраиваться. Я опять делаю сюда шаг, смотрите. Опять мешает друг другу. Он пытается нанести боковую, а в этот момент времени получает навстречу боковой. Вот что такое геометрия прямой линии.